День Города В правительстве области наградили молодых ученых. В центре города сбили пешехода. С места аварии пострадавший избежал. Их творчество видно из космоса. Для кого рисуют на снегу рязанские энтузиасты. Необъективные результаты школ будут предметом особого внимания со стороны проверяющих органов. К такому выводу пришли представители образовательной сферы страны в четверг на Всероссийском совещании по вопросам качества образования. Встреча проходит в Рязани. В совещании на протяжении двух дней будут принимать участие министры образования регионов страны, представители контрольно-надзорных органов и организации, ведущих оценочную деятельность. А также уполномоченные при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Ведь школа оказывается первая перед новыми вызовами времени. И она первая чувствует, что происходит сегодня. И детское население очень чувствительное за своим проблемам. Поэтому я считаю, что нам нужно максимально усилить внимание к тем результатам проверочных предприятий, которые проводят сегодня. Выступающие отметили, что основной тенденцией в контрольно-надзорной деятельности будет рискоориентированный подход. Предпочтение отдадут внеплановым проверкам школ и образовательных учреждений. Одна из причин такого повышенного внимания в ряде субъектов до сих пор работают образовательные организации без лицензий. Свой профессиональный праздник сегодня отмечает научное сообщество. В этот день в 1724 году по распоряжению Петра I была основана Академия наук. Почти за три века российская наука открыла миру множество великих имен и достижений. Рязани тоже есть чем гордиться. Современных молодых ученых поздравила глава региона Николай Любимов. Премию губернатора «Молодой ученый года» вручают с 2015 года. Ее ежегодно получают 18 человек. Претендентами на присуждение премии в этом году стали более 80 ученых, представители шести вузов и трех предприятий города. Среди них инженеры, географы, медики, аграрии, машиностроители и специалисты в области права и юриспруденции. Некоторые разработки уже внедряются на рязанских предприятиях. Например, результат научной работы Кристины Переверзевой сейчас на стадии внедрения в лечебный процесс кардиологического диспансера. То есть в трех поликлиниках Рязанской области случайным образом были отобраны пациенты, которые обращались к врачу в 2012-2013 годах со сердечно-сосудистыми заболеваниями. И, соответственно, мы смотрели то, как эти пациенты обследуются, как они лечатся, какие результаты такого лечения. Посмотрели, что можно сделать лучше и создали письмо, которое, в общем-то, и направлено на то, чтобы сделать лучше. Среди награжденных сегодня профессор кафедры вычислительной и прикладной математики Рязанского радиоуниверситета Геннадий Овечкин. Он занимается наукой уже 14 лет. Награду сегодня получил за разработку методов декодирования помехоустойчивых кодов, если говорить проще, за систему исправления ошибок при передаче больших цифровых данных. При организации любой системы передачи данных, при передаче данных по каналам с шумами возникают ошибки. В ряде случаев эти ошибки недопустимы. Например, передаем банковские счета денежки, данные исказились и возникает проблема, крах. И в этом случае, для того, чтобы данные ошибочки исправить, необходимы методы помехоустойчивого кодирования. Разработки рязанских ученых работают и на сельское хозяйство. Вероника Чурилова с единомышленниками разработала экологически безопасный нано-биопрепарат для обработки будущего урожая. Показывает очень хорошие результаты, то есть повышается урожайность до 30% и качество. То есть, если хозяйство, допустим, использует обработку семян стимуляторами роста, плюс регуляторы, пестициды, то за счет данной разработки можно это все существенно снизить и плюс также хозяйство выгодно меньше тратиться. О том, как новые технологии будут использоваться и применяться, эти молодые люди думают заранее и считают, что разработки не должны оставаться в докладах и просто обязаны находить применение в реальной жизни. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В среду 7 февраля на улице Чкалова произошел пожар. Загорелась палатка, в которой изготавливают ключи и ремонтируют обувь. В результате происшествия погиб человек. Его личность на данный момент устанавливается. По предварительным данным, погибший – владелец палатки. На место ЧП выезжал один пожарный расчет, из-за чего произошло возгорание, пока выясняется. Однако уже известно, что следов незаконного проникновения в сооружение обнаружено не было. Водителям нужно быть начеку даже там, где пешеходного перехода нет. По статистике, большинство ДТП с наездом происходит по вине пешеходов-нарушителей. Очередной случай произошел в среду. В центре Рязани сбили пешехода. Видео аварии опубликовали в интернете. ДТП произошло на перекрестке у торгового центра «Атрон». Мужчина перебегал дорогу на красный сигнал светофора, и его сбила легковушка, двигавшаяся по улице Ленина в сторону Соборной. Но, к счастью, обошлось без серьезных травм, так как с места происшествия пешеход убежал. Еще один повод – перестать передвигаться на снегоходах без регистрации и водительского удостоверения. В Рязани стартовала профилактическая операция «Снегоход». Ее организовывает управление гостехнадзора. В настоящее время в регионе зарегистрировано более 1300 снегоходов. В среду рязанские журналисты отправились в очередной рейд вместе с инспекторами гостехнадзора в село Шумыш и поселок Ворске. В основном нарушения какие? Значит, не зарегистрированы в установленном порядке снегоходы, не имеющие водителя удостоверения, тракториста-машиниста категории А1. Значит, без техосмотра техника управляется. Вот эти нарушения мы учитываем при осуществлении рейдовых мероприятий и пресекаем. В течение полутора часов инспектора задержали нарушителя, у которого не оказалось при себе водительского удостоверения. Он рассказал, что выехал просто прогреть двигатель. Ну так получилось, прокатиться хотел, попробовать, как он видит. Я только купил его, ну так получилось. Любителям прокатиться на снегоходе стоит помнить, что при отсутствии техосмотра штраф составит 300 рублей. За незарегистрированный аппарат гражданина штрафуют на сумму от полутора тысяч рублей. А если за рулем снегохода задержат пьяного, то ему грозит лишение прав на срок от трех до шести месяцев. Стоит учитывать и тот факт, что снегоходы – это серьезный и опасный вид транспорта. Не так давно был зафиксирован случай в Рыбновском районе, когда девушка предварительно нами была оштрафована и отстранена от управления мотовездеходом. Тем не менее продолжили движение после составления на них в отношениях административного протокола и получили серьезные травмы тазобедренного сустава. Вот поэтому статистика неутешительная, да, и очень часто переломы позвоночника – это весьма распространенные травмы для управляющих этой техникой. Операция «Снегоход» продлится до 26 февраля. В течение месяца инспекторы проверят наличие допуска к управлению внедорожными транспортными средствами, порядок эксплуатации и соблюдение требований охраны окружающей среды владельцами снегоходов в городах и районах. Актуальным остается вопрос о бездомных животных в Рязани. Эти собаки ничем не хуже других, только судьба у них более драматична. В одном из рязанских приютов для бездомных животных побывала и наша съемочная группа. Бездомные животные – сфера ответственности человека. Елена Пуляева – волонтер одного из рязанских приютов-передержек. Знает об этом не понаслышке. В их приюте более 20 собак, и у каждой своя история. Но объединяет одно – попадают в приют животные далеко не от большой любви. Это Альба. Мы нашли ее не так давно на площади Ленина в нашем городе. Она скиталась по проезжей части, собственно, приставала ко всем людям, не знала, куда ей деться. И выглядела очень-очень жалко, и она была еще сильно истощена. То есть сейчас она в такой достаточно хорошей форме, у нее появился жирок, потому что мы ее стабильно кормим и заботимся о ней. Но то, чем она была, когда мы ее нашли, это очень сложно описать. Просто кожа, кости и вот этот мех. Альба очень послушная, она явно домашняя собака. Она знает команды, она приучена ходить на поводке, хорошо гуляет и ищет своего хозяина. Тут еще раз убеждаешься – не у каждого дома должна быть собака, но у каждой собаки должен быть свой дом. Они не злые, они несчастные, но, несмотря на это, готовы дарить любовь людям. Лана, наверное, одна из самых эмоциональных собак. Она умеет показывать свою любовь, она прижимается настолько плотно к человеку, что отойти, наверное, даже невозможно потом. Придется так и сидеть. Оказавшись в передержке впервые, сначала пугаешься. Первая реакция собак на чужого человека – громкий лай. Но буквально через несколько минут невольно вспоминаешь поговорку, что собака – это лучший друг человека. Это Зорька. Хочу вас с ней познакомить для того, чтобы все поняли, что у нас собаки не только большого размера, но и вот такие компактные, которых можно даже взять на руки и брать с собой в путешествие, возможно, в какие-то поездки. Зорьке будет очень комфортно в квартире, потому что у нее небольшой размер. И мы бы, конечно, хотели найти ей хозяина поскорее, потому что она маленькая, ей холодно в такие морозы. Помочь этим животным даже проще, чем может показаться. Это не только покупка корма и материальная помощь, а самое обычное внимание. Собаки в передержках нуждаются в волонтерах. Мало их нужно больше, потому что нужно с собаками гулять и социализировать их. Когда мы приезжаем кормить, убирать, мы тратим на это достаточно много времени, и не всегда мы успеваем полноценно пообщаться с ними. И уж тем более выгулять 20 собак за раз-двум людям невозможно. Поэтому мы будем рады, если будут приезжать люди хотя бы просто на прогулку. Активисты передержки для бездомных животных спасают своих питомцев от верной гибели, лечат, делают прививки и помогают им найти новый дом. И дело в простом. Нет тех, кто не стоит любви. И подарить это счастье может любой. Возможности на каждом шагу. Нужно только уметь их видеть. Алена Куколева, Роман Вихров, телекомпания «Город». В Рязанской области разработана всемирная карта есенинских мест «Европейский вектор». Уже выпущено более тысячи экземпляров карты, подготовленной учеными. В четверг в библиотеке Горького представили проект, рассказывающий о маршрутах путешествия Сергея Есенина и знаменитой американской танцовщицы Айседора Дункан по Западной Европе. Ирина Ковалева продолжит. В основу инновационного научно-просветительского проекта «Всемирная карта есенинских мест» по сути легла захватывающая история любви и странств всемирно известного поэта Сергея Есенина и американской танцовщицы русского происхождения, царицы жеста Айседора Дункан. На презентации, которая прошла в День науки в библиотеке имени Горького, отметили, что идея создания Всемирной карты есенинских мест витала в научном сообществе уже давно, однако долго не могли определиться, в какой форме следует реализовать данный проект. Существовало несколько вариантов, это и книжный вариант, и альбомный, и вот такой оригинальный, направленный в том числе на туриста, на человека, которому это было бы удобно в любой стране мира, и было бы интересно и удобно взять с собой. И надо сказать, что вообще такой формат и такой подход, он не просто инновационный, он эксклюзивный. Автором идеи и научным руководителем проекта стала профессор, руководитель Есенинского научного центра РГУ имени Сергея Есенина Ольга Воронова. Она отметила, что документальной базой Всемирной карты есенинских мест стала летопись жизни и творчества Есенина. Ну а инновация проекта заключается в том, что в нем Сергей Есенин показан главным образом не как поэт, а как путешественник. Это оригинальное решение серьезного, глубокого изучения есенинского наследия и представления его широкому кругу мировой читательской общественности для интересов развития международного туризма. Мы знаем, что туризм сегодня одна из точек роста нашего региона, а есенинская тема очень востребована как российскими, так и зарубежными туристами. Издание включило в себя три компонента. Первый – это иллюстрированный историко-культурный буклет-путеводитель с большим количеством фотографий, отражающих путешествия Сергея Есенина и Асидора Дункан по пяти государствам Западной Европы. Вторая часть – это комплект географических карт, соответствующих эпохе Есенина и соотнесенных с нашим временем. И третий компонент – это справочник для современных туристов, которые пожелают отправиться по есенинским местам в Европу. Данный проект и его презентация вызвала большой интерес. В библиотеке имени Горького присутствовали не только представители научного сообщества Рязани и работники культуры, но и туристы. Так Диана Шестопалова приехала в наш город из Ставрополя. Просто приезд в гости совпал с такой замечательной презентацией. Вот сегодня мы всего один день в Рязани. Друзья пригласили, мы решили прийти послушать, потому что Есенин является одним из любимых поэтов даже у нас на Ставрополье. И на Ставрополье есть есенинские клумбы, есть будет что рассказать. Всемирная карта есенинских мест, западный вектор – это только начало проекта. Следующий этап – Есенин в Америке. Работа над ним уже начата. Ирина Ковалева, Роман Вихров, телекомпания «Город». Два года назад рязанские энтузиасты нарисовали на снегу портрет Юрия Гагарина. Арт-проект был приурочен ко дню космонавтики. С тех пор появилось еще несколько изображений, увидеть которые целиком можно с помощью кудрокоптера или из космоса. Такие рисунки – явление для России уникальное. Валерий Седов побеседовал с одним из участников проекта. Идея нарисовать портрет Юрия Гагарина у Алексея Бусарова родилась внезапно. Хотелось поздравить друзей, вот только сделать это необычно. Даже написать на снегу стандартные слова поздравления казалось банальностью. Но стоило друзьям-геодезистам собраться вместе, как идея появилась сама. Большой портрет Юрия Гагарина. И началась подготовка. Вначале требовалось найти эскиз, потом перевести его в географические координаты. С помощью спутникового оборудования были намечены опорные точки и линии. И уже после этого началась рутинная работа по, так сказать, рисованию на снегу. Попытку сотворить портрет можно смело назвать через тернии к звездам. Получился рисунок не с первого раза. Опыта у людей не было, да и посоветоваться было не с кем. Как оказалось, на первоначально выбранном месте снега было мало. Когда подоспели люди с квадрокоптером, он уже потаял, и портрет было тяжело различить. Второй раз мы вышли на поле, уже на озеро. Был такой сильный ветер, что следы наши буквально за нами заметались. И изображений просто опять-таки не получилось. И вот в третий раз мы на велье рисовали. Была пасмурная погода. Картинка нас тоже не устроила. Была вялая такая, не очень внятная. Ну и вот в четвертый раз только вот получилась у нас достаточно хорошая погода. Солнечная, маловетренная. Квадрокоптер поднялся высоко. Получилась очень красивая картинка. После первого портрета космическую тему решили сохранить. Следующим рисунком стал космонавт Алексей Леонов. И геодезисты решили усложнить себе задачу. Что с нами связались ребята, которые сказали, у нас есть связь с ребятами с МКС. Давайте сфотографируем вашу картинку из космоса. Ну, по ряду технических условий с МКС не получилось сфотографировать. Но Роскосмос нам помог. И они с одного из спутников сделали фотографию наших следов на снегу. В принципе, картинка получилась адекватной и понятной. Рисовать портреты регулярно не получалось. Это простое хобби, которым занимаются, когда есть время. Алексей говорит, что не ожидал появления такого ажиотажа после обычных, по его словам, портретов. Через какое-то время с ними связались фанаты певицы Земфиры. И попросили помочь поздравить ее с днем рождения. Алексей рассказал, что мероприятие было очень интересным. Портрет рисовали летом на футбольном поле. А красками стали люди с зонтиками. Нам просто нравится наша работа. И поэтому мы хотим отобразить все грани вот этой работы. Это не просто то, что требует снипы, нормативы, заказчик техзадания. Но это что-то вот такое вот для себя, для души. Название для своего творчества компания друзей выбрала не сразу. Предлагалась и спутниковый рисунок, и компьютерная живопись. Но остановились на самом лучшем. Спутниковая графика. И названия, и творения стали уникальными в своем роде. Алексей рассказал, что у них есть несколько идей для будущих рисунков. Но раскрывать всех тайн он не стал. Поэтому остается только ждать, когда мы вновь увидим необычные космические творения под названием спутниковая графика. Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Синоптики предупреждают, в ближайшие сутки на территории Рязанской области ожидается сильный туман с низкой видимостью. В связи с неблагоприятными погодными условиями, в МЧС посоветовали водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров. И на этом у меня все. Напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до завтра. Желаем хорошего завершения дня. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok